Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, сегодня я расскажу вам про молоко питьевое пастеризованное от Дмитровского молочного завода. Вот с такой оно в мягкой упаковке идет. И, в общем-то, я решил его взять, потому что другого молока просто не было. И я случайно его нашел, оно лежало где-то внизу, не очень его было видно. Но это из-за упаковки, потому что когда ее ставишь, она, в общем, падает. Поэтому его кладут вот так, друг на друга. Поэтому найти его не так уж и просто. Но в целом написано, что оно без сухого молока, что оно натуральное, все такое. Обезжиренное молоко, сливки, состав обезжиренное молоко, сливки. Ну что же, жидкость 3,2. В общем, она такая стандартная вполне. Давайте попробуем его. Оно в целом свежее. Кстати, между прочим, 9 мая, выдавленное, да, 9 мая. И хранится оно до 18-го. То есть, 9 дней. Хороший срок хранения. Ну что же, вскрываем пакетик. Какой запах, знаете, из советского прошлого. Вот так вот пахло молоко в Советском Союзе, друзья. Если кто-то не знает, если кто-то не знает этого запаха, попробуйте это молоко. Молоко в Советском Союзе. Знаете, вот такие синие пакеты еще. Я его пока не делал обзор, но обязательно сделаю. Вот он именно так пахнет. Пахнет. Вот. Какой-то запах. Свежий с одной стороны. Такой молочно-сливочный. Давайте попробуем его. Наливаем. Единственная трудность этого молока, это его хранение. Но я это предусмотрел и взял от упаковки из компакт-дисков. Взял вот такую штуку. И можно в нее смело вот так вот класть этот пакет, ничего с ним не случится. Если у вас ее нет, то печатаем. Ну что же. За Ваше здоровье. Слоненькое такое. Да, ну знаете, немножко сладковато даже мне показалось вначале. Вкусное молоко. Ничего не скажешь. Небольшой вяжущий привкус был только что. Такое оно, ну в целом, жирность 3,2, наверное, да. Чувствуется. На стеночках оно оседает. По вкусу советское молоко. Вот если вы никогда не пробовали, если вы не жили в Советском Союзе, не родились в нем, или мы по нему соскучились, то вот это молоко, оно в целом похоже очень на то, которое я пил, когда у них было лет 6-7-5. Если я много пил молока. Если бабушка кричала, Коля, иди попей молочка в окно. И все ржали надо мной. Ну это все бабушки так делают. Вкусно. Ну что сказать. Написано ГОСТ. Видите, на пакете написано ГОСТ. Видимо, этот ГОСТ, он действительно ГОСТ, потому что все ГОСТы России, они в целом, это ГОСТы Советского Союза. Ничего не изменилось с тех времен. И вот оно выполнено по ГОСТу вполне. Вкус, запах, цвет, все. Такое молоко ГОСТ из Советского Союза. Прямо машина времененькая. Знаете, оно такое сладенькое даже немножко, вот это молоко. Посмотрим с другими. Сливки прям вот чувствуются в нем, да? Такой сливочный вкус. Небольшая такая вот вяжущая кислинка какая-то. Ну вот это именно то молоко, то самое. Ну что ж, друзья, еще раз, для нас торгирующих всем рекомендую. Ну и вообще, в общем, молоко такое, хорошее, натуральное, видимо, более же, не знаю. Ну, по крайней мере, я не знаю, не следил за тем, как его надаивают, как его разливают, но вкус именно тот самый ГОСТовый вкус, в общем-то. Всем рекомендую попробовать и вспомнить те самые времена. В Советском Союзе было много хорошего. Было и плохое, но и много хорошего было. Ну что, до новых встреч. С вами был Николай. Пишите в комментариях, как вам это молоко, понравилось оно вам или нет. Что оно вам напомнило. Пили ли вы в советское время молоко и какое, и сколько оно стоило. Давайте обсудим такие ностальгические молочные моменты. Рассказывайте свои истории. Пообщаемся. Пока.